Всем привет! Я зову вас в эфир. Сегодня очень интересная тема. Я вчера побывала на очень крутой выставке в Академии художеств в Лондоне и хочу вам показать, что я там увидела и рассказать вам о Фрэнсисе Бейконе. Привет, Надечка! Собирайтесь, пожалуйста. Я надеюсь сделать это интересно. И прежде чем я начну вам рассказывать, я хочу сразу очертить какой-то круг для самой себя и понять, что я буду вам показывать эту выставку своими глазами. Вот то, как увидит этот человек, который пришел на выставку, но не простыми глазами, а глазами художника. Конечно же, я изучала историю искусства, но вот в программе моей Академии у нас не было именно про этого художника, и о нем я уже узнала намного-намного позже. И вообще интерес к такому искусству у меня проснулся намного позже. Я его очень долго сама не понимала и не принимала. Но столкнувшись однажды и начав копать эту тему, я решила докопаться до истины. Всем привет! Доброго вечера! Светланка, привет! Я надеюсь, мы уложимся в час, но если нет, я постараюсь. Слышали ли вы об этом художнике? Как мне идут такие сережки. Привет! Привет, Катечка! Я с твоей дочкой только переписывалась. Спасибо! Слышали ли вы когда-нибудь о Фрэнсисе Бэйконе? Если слышали, вот я не знаю, проходила ли его выставка в Москве, напишите мне, кто-нибудь когда-нибудь видел его картины вживую в музее? Мне очень интересно, потому что пока я их видела в альбомах и на картинках, они на меня не производили никакого впечатления. Мне даже не хотелось на них смотреть, изучать это. Но однажды я увидела его картину в музее. В Тейте висят его работы. И когда я увидела эти картины вживую, после этого я решила докопаться до истины, почему они меня так цепляют, что это за художник, и почему я его так долго от себя отнекивалась от его работ. Мне было интересно покопаться. Очень часто то, что мы отвергаем, в этом есть то, куда надо идти. И из этого принципа я решила изучить этого художника. А тут еще и собрали его огромную выставку в Лондоне. И получилось, что просто все совпало, как всегда. Если вы слышали об этом художнике, напишите мне. Мне интересно узнать. И поделитесь эфиром, если там есть у вас такой значок, такой самолетик, чтобы больше людей увидели этот эфир. Мне кажется, такую информацию обязательно надо нести в люди. Может быть, и после сегодняшнего эфира кто-то из вас или поменяет свою точку зрения, или узнает что-то о нем впервые и захочется посмотреть на его работы. А если эта выставка будет в вашем городе, то, возможно, вы сходите на нее и почувствуете именно то, что почувствовала я от этих работ. Интересно? Слышала такого художника, Кать? Напиши мне. Понять его искусство, не зная его бэкграунда, не зная, откуда он, кто он и какую жизнь он прожил, вообще очень сложно. Поэтому мы начнем разбираться с самого-самого начала. Привет всем! Итак, выставка проходила. Я сейчас буду делиться с вами экраном. Надеюсь, что все будет работать. Это не самый удобный способ общения. Но иначе вы не увидите, не прочувствуете. Это действительно надо один раз увидеть. Я, во-первых, хотела вам еще раз показать, как выглядит само здание Академии художеств. И вчера, если вы гуляли со мной по Лондону на нашей экспресс-экскурсии, вы, возможно, это заценили. Сейчас, секунду. Кошмар, как же это неудобно. Как бы хорошо, если бы Инстаграм сделал некие поправки и стало бы удобнее вести эти эфиры и делиться с вами презентацией. Так вот, вот так выглядит Академия художеств, RRA, Royal Academy. И видите, вот такой огромный баннер на главной стене на входе музея сообщает о всем, что всем. Сейчас там идет несколько выставок, но, конечно, это Headlight, так сказать, самая главная выставка в Лондоне, одна из. Итак, сама, вообще должна сказать, столько, сколько я хожу по музеям, я реально музейный фрик, я обожаю музеи и выставки. И хожу я почти на все, что происходит, ну, практически на все, только на то, что совсем-совсем нет, я не пойду. Но я люблю еще и находить необычные. Тебя очень пугают картины Беккен. Они действительно пугают, если не очень понимать, на что смотреть. Но если мы в них разберемся, я надеюсь, что ты поймешь, почему они пугают. Или, например, даже не то, что поймешь, а вот прочувствуешь эти эмоции. И они не могут не перестать пугать. Его картина действительно заточена на очень сильные эмоции. Но ведь интересно, откуда они у него взялись. Давайте об этом порассуждаем сегодня. Итак, Фрэнсис Беккен, сейчас я вам покажу, как он сам выглядел. Он считается самым великим, одним из самых великих современных британских художников. При этом он сам, ну, не совсем британец. Если бы вы спросили его, кто он, он бы вам сказал, что он не британец. Вот посмотрите его фотографии. У него очень прикольная мастерская. У него, кстати, в мастерской больше бардак, чем у меня. Хотя бы согласимся на этом. Привет, Танюша. Посмотрите, какая мастерская. Краска везде. Нет, у меня почище. У меня, конечно, бардачок бывает, но не настолько. С высокими потолками. Он писал очень большие полотна. Мы сейчас тоже к этому подойдем. Итак, Фрэнсис Беккен родился в Ирландии. В очень интересной семье. Папа его был военный. При этом надо понимать, что такое Ирландия. Он родился в 1909 году. В начале, можно сказать, века. И к моменту он не собирался быть художником. У него нет профессионального художественного образования. И вообще он долго не знал, что он будет делать со своей жизнью. А сейчас будет несколько таких фактов про него. У него в семье. Кто его вообще семья? Откуда он пришел? Я сейчас вот это расскажу, а потом основную тему его картин. Мы к ним перейдем. Но просто мне кажется, не зная, откуда он пришел, сложно будет понять, почему он это начал писать. Итак, его папа был военным, профессиональным военным, из рода военных. То есть они переезжали много. И он родился в Дублине в 1909 году. И его отец к тому времени был уже основным военным и занимался разведением лошадей в Ирландии. При этом надо заметить, вот сейчас будет важная тоже вещь, что у Бейкона с детства была жуткая аллергия на животных. Жуткая, жутчайшая. На собак, на лошадей, на все. И при этом, зная это, его отец заставлял его заниматься верховой ездой. Зная, что сыну будет плохо, он будет задыхаться. И это прям было насилие над ребенком. И это он вспоминал очень часто. Что от отца это вот это насилие, он все время, ну, представляете, военный. Некий отпечаток, да, все-таки это дает. Мама его была из очень такой известной семьи Ферд. Это из Стэнфорда. Эта семья, по-моему, занималась сталелитейной. Какой-то бизнес у них был. То есть у него семья не бедная, давайте так скажем. Хоть Ирландия мега бедная страна в начале века. Там в основном все занимались агрокультурой, взращиванием, как все смеются, картошки. Для выживания. Твоя шестилетняя дочка предложила помочь дяде с уборкой. Я тоже бы сам шла с ума, если бы я была в этом помещении. Я с дочкой согласна. Да, и вот его мама была из семи стальных магнатов. Из Шеффилда. Это там, где, да, индустриальная революция и все деньги. То есть семья была довольно зажиточная. По-моему, у них было трое детей. Трое или четверо. Не помню точно. А, нет, извините, пятеро детей. У них было две дочери, три сына. И Фрэнсис Бэйкон, надо сказать, что в Ирландии в это время, это же очень католическая страна, очень религиозная и очень пуританская к тому времени. Настолько были строгие нравы в Ирландии в то время, что, например, если девушка там до свадьбы, там изгнание из городов. Ну, то есть это был ужас, что там творила церковь с людьми. И насколько это все было, ну, знаете, гиппократы. На самом деле люди очень страдали от этого. Но религия правила Ирландии не то слово. Мне кажется, даже в Англии такого не было, как было там. И у Бэйкона была няня, то есть такая зажиточная семья. И вот с этой, кстати, няней он был настолько близок, он общался с ней до самой ее смерти. И ее смерть очень сильно на него повлияла. То есть он был взросшен вот этой приходящей няней, не помню сейчас ее имя. Но это не так важно. Это значит, что у него была очень тесная связь с ней. А в начале Первой мировой войны его семья переезжает в Лондон. И там его отец служит в военном министерстве, соответственно. А потом они возвращаются в Ирландию после войны. Но там начинается война за независимость. То есть, представляете, ребенок растет в военное время. В очень религиозной стране. С очень строгими британскими нравами. Война за независимость, потом гражданская война. И они постоянно меняли место жительства. У него не было такой оседлости, да. Они все время переезжали. Вот я тоже переезжала, думаю, это детям хорошо. Но не факт. И отец Бэйкона был очень строгих нравов и очень пуританской морали. Он очень его строго воспитывал. Прямо строжайше. И об этом очень вспоминал художник. Впоследствии вот об этой губительной, губительной, вот этой воспитательной, да, манере отца. В общем, он очень страдал от этого. И в 1926 году, ему, значит, еще нету 20 лет, отец изгнал Фрэнсиса из дома за то, что он застал его в доме переодетым в одежду матери. И, соответственно, отец вояков, такой пуританец, выгоняет сына из семьи. И Фрэнсис уезжает в Лондон. И отец ему не дает никаких денег. И мама секретно посылает ему, по-моему, 3 фунта в неделю, чтобы вот он просто выжил. И он начинает какими-то случайными заработками работать в магазинах, ну, как любой подросток. Изгнанный из дома. И, в общем, он не такой, как все. Он, конечно же, это все заметили в Ирландии. Это было бы ужасным гонением. Фрэнсис Бейкен был гомосексуалистом. И в Ирландии этого просто ему не дали выжить. Поэтому он, его был единственный способ уехать из дома, покинуть Ирландию и приехать в Лондон. В 27-м году, год после, его отец решил, что было бы хорошо, если бы Фрэнсис поехал в полугодовое путешествие по Европе. Отец не очень знал, что происходит с сыном, не хотел в это верить. И попросил своего близкого друга, не помню, как его зовут, Сесил Харкорт Смит. Вот, нашла его имя. Тоже военный бывший. Он его попросил с ним вместе съездить в Берлин, по-моему, они поехали. И его отец думал, что вот его друг сможет оказать положительное влияние на сына. Отца он не слушает, а отца друга отца он послушает. В общем, закончилось это в путешествии то, что по приезде в Берлин они вступили в сексуальную связь. То есть это были начало скандала за скандалом. И так они там стали посещать ночные клубы. И, в общем, непонятно, кто кого совратил, но ожидания отца не оправдались. И эта история закончилась вот так. Но поездка в Европу на Фрэнсиса оказала неизгладимое впечатление. Кроме того, что он познакомился с художниками, которые в то время выставлялись. И гремели, и импрессионисты, и Пикассо, и Ван Гог. И вы увидите, он стал ходить по музеям, не только по ночным клубам, и пропивать свою жизнь. Это, конечно, знакомство с культурой и искусством. Он увидел первый раз фильм Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». И кричащий крик людей сподвигал его на одни из работ. Но потом мы их увидим, и я вам еще об этом расскажу. И вот полтора года Фрэнсис решил провести во Франции. И он начал свое там вот... У него была знакомая пианистка, у которой он жил. И он стал изучать французский язык и культуру. И, соответственно, занялся в Париже живописью. Но только ленивый, наверное, в Париже в то время не занимался живописью, да. Начало 1929 года он возвращается в Лондон. Enough is enough, как говорят англичане, пора и домой. И вот он возвращается в доме, поселился в Южном Кенсентоне и занялся дизайном интерьеров. То есть он не был художником и не получал никакого специального образования. Но он попал в среду художников по интерьеру и стал создавать и оформлять интерьер. И, видимо, это его натолкнуло, во-первых, знакомство. Знакомство с лучшими фотографами, знакомство с художниками, с галеристами. Потому что интерьеры оформляются картинами. И вот Бейкон решил написать... Начал... Решил начать писать картины. Что самое интересное, что первых картин Бейкона вообще практически не сохранилось. Он очень критически относился к своему искусству. Прям очень. И очень многое уничтожал или переписывал. И у него есть вот определенные пары ранних картин, которые сохранились. Но на самом деле его вот такой взлет искусства начался только с 1944 года. Я не буду вас за всякими фактами. Вы и сами сможете открыть и почитать, если вам станет интересно. Я буду просто яркие моменты, на которые повлияли. Даже без дат. Не буду вас заваливать этими датами. И так он знакомится с кучей художников, кубистов, экспрессионистов. И это действительно стало его таким вдохновением. Но своими учителями, кстати, он называл довольно старинных и классических авторов. А давайте переключим новый слайд. Почему я вам не переключаю? Вот хорошо бы еще кто-то за меня слайды переключал. Тогда бы я могла болтать. А вы могли бы наслаждаться тем, что я вам покажу. Посмотрите, вот как он выглядел уже во взрослом возрасте. Мастерская не убралась. Вы видите, батарея стоит. У него тоже холодно в мастерской, видимо. Так вот. На него повлияли очень многие художники. И слава Пикассо ему не давала всю жизнь. Вот имя Пикассо надо запомнить, потому что его творчество все время будет сквозить в картинах Бейкона. И, может быть, это сейчас вам так незаметно, но когда мы станем с вами смотреть картины, вы увидите, что это так и есть. Итак, пока что его не выставляли. Он ни таким не был никаким известным. И первая, по-моему, его выставка была к 44-м году. Что его привлекло? И о чем он пишет, когда его спросили, что на вас повлияло, на вашу живопись? Он сказал, что где-то еще до того, как он сделал первую выставку, где-то в середине 30-х годов, ему в руки попалась книга. Это вопрос о том, где художники берут вдохновение и что их действительно сталкивает с такими сильными эмоциональными потрясениями. Так вот, в 33-м году... Почему в 33-м? Ну, где-то в середине 30-х годов ему в руки попадает книга, которая называлась «Болезни ротовой полости» или что-то такое. И он увидел картинки. И потом он писал, что когда он увидел картинки вот этих болезней, этих грибков на теле человека, вот этой боли, вот этого уродства, он связал это с собой, то, как он чувствует. И вот это будет сквозить почти во всех его работах. И вот в конце 30-х годов он начинает принимать участие в выставках. В 40-м году умирает его отец, и Бейкон унаследует все имущество семьи. Надо сказать, что в Ирландии действует до сих пор, даже по сей день, старший сын семьи – это наследник. К тому моменту, по-моему, его сын, его братья не было живых, и он был единственным сыном, он не был старшим. Но унаследовал он все только потому, что больше сыновей в семье не было, а две сестры, соответственно, не наследник. То есть дом всегда доставался сыну, бизнес доставался сыну, обычно старшему. И вот его мама и сестра после этого эмигрируют в Южную Африку из Ирландии. Он, кстати, их навещал, и африканское искусство, и цвет, который он будет потом использовать в своих работах. Вы увидите очень яркие цвета. Итак, во время Второй мировой войны Бейкон был признан в регулярную армию, но он не смог служить, потому что астма, сильнейшая астма, и он служил в частях гражданской обороны, то есть был в городе. Но его все время ухудшалось у него здоровье, но он был безумный гуляком и алкоголик, но реально очень-очень много пил. Картины этого периода не сохранились. Все, что он писал в военное время, он уничтожил. И первые такие знаковые картины, сейчас я вам покажу, он в районе Соха тусил, там же пил, и там же и работал. В барах и горных заведениях он был игроком тоже. В общем, у него было очень много друзей известных, в том числе Люсиан Фрейд повлиял на его жизнь, и он писал много портретов. Сейчас я вам скажу несколько интересных фактов. Бейкон никогда не писал, сейчас переключу, не писал с натуры. Он всегда брал фотографии и пользовался он фотографиями только своих друзей-фотографов, но он не писал с натурой. Он считал, что люди не заслуживают, что это его отвлекало как художника. И вот интересно, что на этой выставке в Лондоне рядом с картинами очень часто висели фотографии, по которым он писал эти работы. Сейчас буду вам показывать, это ужасно, мне неудобно. Надо сказать, что на его работы повлиял очень Веласкес. По цветовой гамме, по всему-всему, что вы будете видеть, я сейчас буду вам листать и показывать. Вот это первый зал, где висят три ярких работы. Сейчас еще получше слайд найду. Это работы 44-го года, с которых началась слава. Слава его как художника. Вот, вот такие три работы. Надо вообще сказать, что Бейкон писал триптихи. Мне вообще он говорил, что я вижу мир и вижу изображение Серина. И почти все его работы написаны в триптиках. Вот такой интересный факт. Этот этюд, он первый создал в 44-м году и назывался «Три этюда к Федурам у подножия распятия». И именно эта работа считается краеугольным в его творчестве. Посмотрите, это такие монстры, это такие мегеры, это что-то мифологическое. Это фурии, мифологические существа, существа, персонажи из Аристеи, мифы Аристеи из Хила. Это персонажи, которые располагались у подножия распятия. То есть у него будет все время отсыл к религиозности. Потому что Ирландия и его гонения в его сексуальности, которые он не мог раскрыть, тогда нельзя было об этом заявлять в открытую, их лечили, если вы знаете такие факты, на них были гонения, и эти отношения никогда нельзя было афишировать. То есть вся его жизнь была как бы все, что нельзя. Он шел наперекор всему обществу, и общество его не воспринимало. Было очень много картин, сейчас я попробую открыть эту картину, которые в обществе вызвали кучу протестов, когда он писал как бы борцов, но явно это была любовь между двумя мужчинами. А для этого, кстати, на выставке прям было видно, какие фотографии. Он действительно брал фотографии борцов и использовал их для... Запомните вот этот триптих, потому что через 44 года Бейкон повторит эту работу в другой цветовой гамме. Это действительно очень интересно. Вот еще одна из кронеугольных картин его творчества «Распятие». Распятие, и это здесь вы уже не видите ничего человеческого. То ли это кожа, то ли это ребра. Очень сильно повлиял на него Веласкес. Он сам говорит, что Диего Веласкес по своей манере, по вот этой такой гамме цветовой, по вот этому настроению и эмоциям откликался ему очень близко в этот период именно. И дальше, что стало с ним происходить? Сейчас я еще раз покажу вам одну работу, которая тоже одна из самых-самых знаковых работ, и почему он стал греметь и стал быть известным. И тут как раз Диего Веласкес будет прям напрямую. Сейчас, секунду, я сохранила специально один слайд, где эти две работы висят вместе. Висят и стоят вместе. Где они? Вот они. Посмотрите, пожалуйста, это портрет кардинала. Папы. И в данном случае, посмотрите на то, как взяв вот этот портрет Веласкеса работу, Бейкон пишет свой вариант. Вот все его отношение к религии в этих работах. И посмотрите, он сажает эти существа. У него портреты и любые, все, что он пишет людей, это как бы звери. Это монстры, которые сидят в каждом из нас. Он вообще считал, что мы, как бы в нас сидит зверь. И когда критики стали говорить о том, даже описали его искусство, что у Бейкона крик, вот который Мунк написал там крик как звук, как испуг, так вот Бейкон пишет крик так, что у него через рот вылезает все тело. И вы увидите, все время у него будут вот эти открытые кричащие рты. Почти на многих картинах и почти на всех его портретах будет вот этот знак. Клетки, в которых он сажает, это тоже такие стеклянные, как бы прозрачные клетки, в котором... То есть мы все заключены как существа в некие клетки. И животное, вот этот монстр, он есть в каждом из нас. Просто мы его контролируем или не контролируем, но он его зарисовывал. И поскольку его отношение к религии, к папе, ко всему, он рисовал это несколько, но это самая известная работа. Сейчас я не помню, за сколько она была продана, но у меня есть выписано, у кого есть эти работы, за сколько они уходили. Кстати, сейчас Бейкен входит в число, в десятку самых дорогих художников, которые были проданы на аукционе, за 144 с чем-то миллионов фунтов была продана его работа. Но мы к этому подойдем, очень интересно. Итак, что же... Он знакомится с очень влиятельными галеристами, которые тоже его начинают продвигать. Это все не просто так. Конечно, он попадает, как говорится, в нужный момент, в нужное место, чтобы выстрелить и стать заметным. Потому что те же интерьеры, которые он оформлял, он стал... Показал свои работы и стали, соответственно, люди покупать его. Он был очень непохожим на все, что происходило в искусстве этого времени. А непохожесть такой шокники искусства, плюс то, что вызывает такие сильные эмоции. И вот эта тема гомосексуализма, соответственно, тогда это все стало выводиться наружу, стало более явным... Сейчас я вам покажу работу, секунду. Вот, вот эти борцы. Она, кстати, висит сейчас на выставке. Я вот ее сняла. И посмотрите, как он делит. Опять, то ли это ринг, то ли это трава, то ли это опять какой-то забор, не забор, но это клетка, в которой находятся два якобы тела. И народ тут, конечно, забесновался. И посмотрите, как он использует холст. Бейкон писал и на обратной, неогрунтованной поверхности холста. У него холст светится через краски и через мазки. И очень интересно смотреть, как он работает кистью и как он динамично вводит вот эти, вот эти, вот, да, линию. То ли ветер, то ли все против их тел. Но сказать, да, когда люди сказали, это мужские тела, тут доказать ничего нельзя. Все было очень завуалировано, но очень читалось, понимаете? Настолько мощные эти зверские тела, которые в борьбе, да? Хоть художник не откликается в положительном смысле, решила послушать. Послушайте обязательно, потому что я уверена, что к концу эфира вам станет понятнее это искусство. Действительно, послушайте, потратьте полчаса. Итак, он, конечно, много путешествует. И когда его мать с сестрой переезжают жить в Южную Африку, он тоже путешествует по Африке, вдохновляется культурой, вдохновляется искусством. И вот у него появляется даже и сфинкс в работах, и краски, совершенно меняются краски, в которой он стал пользоваться. И вот уже в 40-х годах о Бейконе стали говорить как об одном из ведущих британских художников. Его работы все чаще выставлялись на публике. И самая крупная выставка его произошла в Лондоне. И там выставлялись головы, которые он написал, и тюды к человеческому телу, и тюды к портрету. То есть он начинает показывать вот этих зверей, этих животных внутри, искаженные. Сейчас давайте еще. Так тяжело перелистывать. Я извиняюсь. Хочется рассказать. Посмотрите, пожалуйста, да, триптихи с лицами. Это его любовник, это его партнер, с кем он жил. Так вот, уже потом его выставляют и в Нью-Йорке, и в выставке в США, и он попадает на Венецианское Биеннале. То есть понимаете, что этот художник получает признание при жизни. Это, вы знаете, как я говорю, должен быть голодным. После его смерти 11 миллионов. Я вам расскажу, кому он их оставил. Угадайте, кстати, кому мог оставить Бейкон свои миллионы. И так он, конечно же, становится... Он встал на дорогу к успеху, и он это понял. Ему предлагают контракты, и у него уже к тому времени куча долгов, он игрок. И галерея ему предлагает контракты, говорит, мы оплатим все твои долги, а ты будешь рисовать, мы будем выставлять, и мы будем договариваться о твоих выставках. То есть у него появляются агенты. И он живет в Южном Кенсинтоне. Кстати, это был до конца его дней, его база. У него на первом этаже была прям огромная мастерская, где он создал свои самые крупные полотна. Кстати, все эти картины очень большие. Клянусь, у него есть картины там 2 метра почти на полтора. И это в триптих. То есть если вы возьмете такую картину 2 на полтора и в три раза их сложите, это просто огромный. Другу не пость, очень близко. Так вот, его уже в 62-м году, его выставка происходит уже в Тейте, да, в Лондоне. То есть все, его раскрутили, он на вершине, к нему все внимание. И тут он знакомится с Джорджем Дайером, он становится его любовником, и занял важную позицию в его творчестве. Он его направлял, он им руководил, он им занимался как творцом, организовывал. Но он был из очень... А, и главное, вот что, еще интересная история я где-то накопала, что Бэйкон говорил, что он познакомился с Дайером. Дайер был из очень низких слоев, вот прям совсем из низов общества. Дикий алкоголик, страдал алкоголизмом страшным. И, в общем, в депрессии, сейчас я расскажу, был в депрессиях. И, по словам художника, знакомство произошло, когда он застал Дайера грабящим его дом. То есть он залез к нему в мастерскую, и Бэйкон в это время пришел домой и его там застал. Так они и познакомились. Как вам такая прекрасная любовь с первого взгляда, можно сказать? Что случилось с этим человеком? И вообще, как он на него повлиял? В 71-м году у Бэйкона... Да, сейчас, секундочку, до того, как это случилось. Давайте скажем о том, что Бэйкон всю жизнь находился под влиянием Пикассо. И успех Пикассо не давал ему покоя. Нет, нельзя гуглить. Да, 11 миллионов он оставил. Давайте, дождитесь конца, и вы узнаете, кому досталось это сокровище. Итак, в 71-м году Бэйкона приглашают в Париж устроить ему в одном из самых крупных галерей Парижа. Сейчас не помню. Не помню название. Но это именно та галерея, в которой получил признание и успех Пикассо. И, конечно же, Бэйкон соглашается на эту ретроспективу. Они едут с Дайером в Париж. И в день открытия выставки Бэйкон приходит на выставку. Происходит презентация, открытие, успех. Куча публики, куча людей, которые под впечатлением от выставки. Он возвращается в номер отеля, открывает дверь, а там лежит на полу мертвый Дайер Джордж, который совершил самоубийство. Вот в этот день его открытия. Представляете, какой шок? Это любимый человек. В день триумфа, которому так долго шел Бэйкон, он находит его в номере отеля. По-моему, то ли это было за день до открытия или прямо в день выставки. Вот не помню этого факта, но я помню, что это было вот в этот приезд. Он напился таблеток и запил это все огромным количеством алкоголя и умер на полу отеля. И у Бэйкона начинается депрессия, очень тяжелая, очень затяжная. И через год он пишет триптих. Сейчас я вам должна его показать. Подождите. Кстати, посмотрите вот на эти работы. У него не один портрет. Вот если вы смотрите сейчас, да, как будто все в движении. Вот представьте, человек помахал головой, да. То есть все съезжает. Где нос, где скула, как будто, да, смазали таким фильтром. То есть у него движение почти во всех работах. Сейчас я вам покажу этот триптих известный, который он пишет после смерти своего любовника, которого нашел на полу. И это одна из знаковых работ. Это человек с двух сторон. Это триптих опять. Слева и справа он сидит на стуле. Это исканженное тело. Это какие-то... Это розовые пятна то ли крови, то ли души, которые уже от него уходят. За ним черная пропасть, дверь, в которую улетает вот это вот тело. И третий момент, вот это, видимо, уже когда он его на полу увидел, это уже существо мертвое. Это полу какой-то зверь, монстр. Да. Да, он рисовал то, что мы прячем. Это правда. И он говорил, что вот эти звери, мы и есть звери. Он пошел в зоопарк и делал серию работ шимпанзе. Его очень это вдохновило. Я не сохранила эту работу, но вы ее видите. Она тоже очень известная. На ярко-розовом фоне сидящие движения вот эта огромная обезьяна. Понимаете, он писал эмоции, он писал вот те звериные чувства, которые он сам испытывал, будучи загнанным в клетку своей сексуальности, своего непринятия своей семьи, своего отца, общества, которое его гоняло за его, за того, что он просто был другим. Будет ли запись? Я постараюсь, мой хороший. Итак, через два дня, да, открывается, в Гранд-Пале открывается его выставка. Тут вот трагедия со смертью Дайерсом, самоубийством. И уже в эту выставку он выставляет 108 картин из них, и в том числе 11 триптиков. И все эти триптики огромны. Они с человеческий рост, если не больше. Представьте, это все должно поражать и вас затягивать в эти черные дыры. Не на превзгляде на любую из этих картин, вы себя, они вас как затягивают в туннель. Я не знаю, как он это создает, но даже страшные эмоции и сильные эмоции могут затягивать. Поэтому вот так. Самые высокие оценки получает у зрителей и у критиков эта выставка. То есть успех приходит, а любимые люди уходят. Экзотик к концу жизни Бейкон говорил, он писал много автопортретов и мало людей. И писал, зачем писать людей, ведь они все умирают. То есть он действительно терял людей в своей жизни очень часто. И каждый раз это уходило в депрессии и вот в такие сильные работы. Итак, в том же году Бейкон возглавляет список самых выдающихся художников современности, составленных французскому журналом. Но несмотря на профессиональный успех, он в жутком депрессии, его уже это ничего не радует. И вот эти триптихи получили название «Черные триптихи». Вот это как раз после самоубийства. Он чаще начал обращаться к автопортрету, так как по его словам люди вокруг меня мрут, как мухи, и больше некого писать, кроме самого себя. Вообще у меня мурашки по телу, когда я стояла после этой работы. Вот действительно, ну очень сложные, очень. Итак, сейчас я вам расскажу про последний период Бейкона, потом мы еще посмотрим, раскрою вам секрет, кому он оставил свои работы, и поговорим об его стиле. Итак, в 1974 году Бейкон познакомился с Джоном Эдвардсом. Это был бармен из Сохо, тоже алкоголик, клубился, тусовал, и они становятся близкими друзьями, и их полтоническая связь длилась до самой смерти Бейкона. В последние годы его здоровье жутко ухудшилось, и, кстати, ему даже потом удаляли одну почку, и он написал, что если пьешь и ведешь такой образ жизни, как я, с 15 лет, то радуйся, что у тебя осталась хотя бы одна почка. Вот так вот, это ужасно, да? Но, вопреки советам докторов, в начале 92-го года Бейкон едет в Испанию, и там в отеле у него происходит сердечный приступ, и он умирает. Умирает, и почувствовал себя плохо, его поместили в больницу, но он в больнице из-за сердечного приступа. Из-за его атеистических воззрений он не был религиозным, ненавидел всю религию, и не был никаким ни католиком, ни протестантом, у него были очень сложные отношения с религией, да ему бы и не дали захоронить и сделать службу. После его смерти, его прах, ну, просто поминальная служба не проводилась, тело было кремировано, прах развеян, а все свое имущество, составившее на тот момент 11 миллионов фунтов, Бейкон завещал Джону Эдвардсу, вот этому бармену, алкоголику из Соха. Вот такая, как бы, финал этого, финал этой жизни, этой истории был именно таковой. А теперь давайте поговорим о том, как считывать его искусство. Теперь мы знаем, откуда, какая боль, с какими демонами он боролся. И, кстати, сама выставка, она вот человеческие демоны, человеческие монстры, так называется выставка. У него не было профессионального образования, он долго подбирал свой вот этот, в каком стиле, вообще чем заниматься, пока он не рисовал. Он экспериментировал с любыми видами и жанрами. Еще с 30-х годов сохранил всего 15 его работ. То есть, как я сказала, он абсолютно не щадил своих работ. И, кстати, своими учителями он называл и Рембрандта, и Микеланджело, и в том числе Тициана, Веласкеса. И вот как раз тот портрет папы Иннокентия, как раз вот целая серия этих папских портретов, кричащих, орущих, раздирающих вот этих... Хорошего, видимо, был бармен. Да, выпивали они, да, не то слово. И, конечно же, самый часто встречающийся образ в его живописи – это крик, это кричащие головы. А вот я хотела вам показать еще вот эту собаку. Она мотает головой, она на цепи, за ней что-то... Какой-то как будто бы пляж, какие-то, не знаю, проносящиеся объекты, а она на ринге, одна под парящим солнцем. И это на холсте написано. Видите, прям видно, что собака мотает головой. Вот его аллергия к животным, и при этом он все время возвращается к образам животных и вот этой разрывающей силы животные внутри него. И, конечно же, крик. К этому мотиву он будет возвращаться все время, все время, все время. Куда бы вы ни смотрели, будут открытые пасти, открытые рты. Конечно, вот как я сказала, что он не использовал в качестве натуру, никогда не писал. У него была одна модель, которую он написал, но и ту он сказал, что нечего их писать с фотографией. Давайте я вам еще что-то покажу. Хочется показать много, но... Насколько будет удобно показывать. Я с самой выставки наснимала очень интересные работы. И сейчас еще про несколько вам расскажу. Посмотрите, пожалуйста, вот, например, портрет. Это женщина. Это портрет одной из его... Ты цепь не видишь, она мелкая, но там она есть как будто. Если ты откроешь это... Да, видимо, больше некому... Действительно не было. Он был очень одинокий человек. Он же и говорил, пишу себя только потому, что все вокруг меня мрут, как мухи. Поэтому одиночество в нем было ужасно сильное. Я не нашел еще более подходящей темы для выражения человеческих чувств. Так он говорил про это, что эмоции и зверство выходят через рот. И так он не писал с натуры, использовал только фотографии. С момента изобретения фотографии живопись действительно полностью изменилась. В моей студии поврежденные фотографии разбросаны по полу. Я использовала их, чтобы написать портрет друзей, а затем сохранить. Для меня проще записать... Писать с записи, чем с самих людей. Так я могу работать в одиночку. Опять чувство одиночества. Не хотела никакой компании. Одиночку и чувствовать себя свободнее. Когда я работаю, то не хочу видеть никого, даже моделей. А эти фотографии для меня, как записи на память. Они помогают мне передать определенные черты, определенные детали. Я не буду перечислять фотографов, которых он использовал, фотографии которых... Но это были фотографы Вога и вообще очень известные фотографы. Соответственно, это такая богема, лондонская богема. И писал он по фотографиям Эдикона серию портретов Люсиена Фрейда, Генриетты Моралес, вот как раз, и Изабелла Роустон. Вот это одна из них. За 144,4 миллиона фунтов была продана картина. Не так давно, да. Сейчас мы поговорим об этом. Если вам интересно, я вам тоже... Напишите, вам интересно узнать, у кого есть эти работы. и я вам расскажу. И у шейхов арабских, и у российских миллиардеров тоже есть эти работы. В 1988 году, помните ту оранжевую серию, первую вот этих вот мифологических существ? Вообще он часто обращается к мифологии, и он пишет снова вот эти существа. Они не похожи на людей, они ни на кого не похожи. Это какая-то сильная эмоция, которая вырывается. И, кстати, у всех этих существ есть рот. Интересно расскажу, кто купил его картины и почему. А почему нравятся такие картины? Потому что они вызывают очень сильные эмоции. Когда вы стоите перед таким триптихом, который вот в этого кровавого красного цвета, он вас туда затягивает, вот эти клетки, эти кричащие эмоции, потому что он был настолько задавлен обществом и не принят, и одинок, что это был его выход наружу. Это был его способ заявить о себе. И сейчас я, кстати, хотела рассказать вам, что было три работы, которые никогда не собирали вместе. Поскольку Бейкон писал триптихами, и была их очень-очень большая серия, он... Ни одна картина пока не нравится. Давай все-таки найдем, что тебе понравится. Сейчас найдем. Я хочу рассказать вам про то, что он... Сейчас сбилась у меня мысль. про триптих. Ой, убежала мысль. Понравился? Очень сильный. Они очень эмоциональные. Там есть и птицы, и гимеры. У него, знаете, эти монстры, но они все такие фраджайл, они все очень хрупкие, то ли на трех ногах, то ли какие-то... То есть, знаете, вы на них смотрите, а это не страшные монстры, которые на вас нападут, а это беззащитные уродцы, которые неуверенные, и они очень легко... Их очень легко потерять. Понимаете? Они могут исчезнуть. Это такие образы почти из снов. Просто о нем интересно... Действительно интересно узнать. Спасибо за ваши отклики. Итак, у него был... Сейчас вам расскажу, что он однажды написал. Это произошло случайно. Я пытался нарисовать птицу, садящуюся на поле. Это должно было быть связано с теми фигурами, что я писала ранее. Но внезапно моя линия, которую я рисовал, пошла в абсолютно другом направлении. Если вы слышали когда-то о нейрографике, это как раз то направление, в котором они говорят, что линия должна идти, куда она хочет идти. Что рисовать с натуры – дело практики. А вот такое видение дано не каждому правильно. Правильно. Потом был Дали. Дали пришел позже. Вот понимаете, это пред Дали. Давайте так скажем. Тебе напоминает... Правильно. На тонких ногах. Правильно. Они хрупкие. Они какие-то и почти из снов. Да, израненная боль. Вы не представляете, когда выходишь с этой выставки, вас колотят. Вы еще долго под впечатлением. Мы когда вышли вчера, я провела группу по музею, мы вышли и все сказали, нужно выпить очень тяжело. Реальные эти эмоции, она больше вас, понимаете? Эта картина огромная. И вас в нее затягивает эта боль, эта эмоция. А, вот, я хотела рассказать про Трихпи. Мне вернулась мысль. Да? Я хотела вам рассказать, что у него есть работа, где бой быков. И вообще, быки у него одна из линий, которая в течение его творчества идет постоянно. Из работы в работы вы будете встречать и серии быков. И вот он пишет серию быков. Я хочу вам ее показать. Она была продана. И все три работы ушли в разные коллекции. Сейчас, секунду. Я сняла ее на выставке. Я не скачала ее в интернете. Я просто хочу, чтобы вы эти работы увидели то, как они висели в зале. Вот это одна из них. Посмотрите, тут люди стоят. Но я люблю людей в залах. Это прям мое. Я люблю смотреть, как люди смотрят картины. Поэтому я часто снимаю. Так вот, это такие в ярко-оранжевом цвете, с розовым. Там и матадоры, и быки, которые рвут эти тела. И кровь, которая не как кровь написана. Сейчас я найду другой кадр. Секундочку. Секундочку. Сейчас, секунду. Как же неудобно делиться слайдами. Я извиняюсь, что я немножко подвисаю, потому что просто очень много, и я хочу найти очень определенный слайд. Каждый раз приходится возвращаться. Этих три быка. Их собрали. Они были проданы в три галереи. Посмотрите, вот один из них. Это бой быка. Внизу вот пятно. То ли кровь, то ли какая-то, знаете, там и белая краска такими пастозными. Кстати, у него была серия работ, посвященная даже Ван Гогу. Сзади как будто приоткрыта дверь, как стекло, и за ней публика, которая кричит этому Матадору, и бык дерется. И знаете, там просто такое движение. И вот эти три картины разъехались в три разных коллекции. И вот в этом году все три картины собрались в первый раз за все время в одной комнате. Все три быка. Притом, посмотрите, как интересно, кураторы оформили саму выставку. Цвет стен выбран очень темный. Прям очень-очень темный. И за счет этого все картины и краски начинают кричать на зрителя. Они реально орущие картины, орущие своими эмоциями, своей динамикой, своим... И к теме Матадоров он будет возвращаться снова и снова. Вот вторая из этой серии. Видите, тоже какая-то тень человека, то ли уже на рогах какие-то... Ну, это действительно потрясающая серия работ. При этом цвет у него очень здесь позитивный. Надо сказать, цвет не раздражающий. Мне цветовая палитра, в которой он работал, она очень яркая. Она не темно-британская, давайте так скажем. У него действительно ощущение и яркость цвета, но это может быть и... Спасибо Пикассо, спасибо Матису, под которым он потворил. Но посмотрите, люди, пережившие первую, то есть ребенком Первая мировая война, потом Вторая мировая война, все гражданские войны, это действительно сложно. Вот посмотрите, вот я сняла в музее, это вот вторая серия этих монстров, может быть, даже поближе сейчас найду, но смотрится это все очень красиво. Это масло, он писал подмалевок акрилом, обычно под такие большие полит... по... по такие большие... Сейчас, вот я покажу вам еще работы. Вот они вот так висят в зале, то есть они действительно огроменные, да, видите, на темно-синих, темно-зеленых стенах, да, подмалевок сделан акрилом, и поверху самих монстров вот белые тела на акриле он пишет маслом, но он не прорабатывает детали, он вообще не про детальность и не про реализм, как я говорю, хоть он использовал фотографии, но он не писал. Вот еще я хотела вам показать триптих вот этот, видите, везде эти клетки, это очень такой характерный для него такой прием вот этих вот клеток, он рисует, а потом линиями обозначает границы вот этих движущихся монстров, он как бы, извиняюсь, хочу подключить лампу, сажает их в клетки, темно стало, видите, какая яркая цветовая гамма, она ему присуща, это не, это многие картины, у него даже был триптих, где он написал, по-моему, называется бабушка-модель и кто-то, сейчас, сейчас я вам покажу, она на ярко-розовом, вот это огромные картины, как будто какая-то полоса, какие-то женщина с зонтиком узнается, кстати, зонтик у него в нескольких работах мелькнул, и мы пытались разгадать эту тайну, почему он в них ввел зонтики, очень красивые по цвету работы, действительно яркие, поющие и звонкие, а вот по тематике, ой-ой-ой, эту звонкость хочется избежать, и вот к теме Матадора, вспоминайте, пожалуйста, Пикассо, тема быков, и вообще он себя с быком ассоциировал, и писал, рисовал, зарисовки быков, и Пикассо просто, да, очень много, это его такой, такой его значимый, и решает создавать такие работы, и он пишет вот такую серию, очень сложно, если вы хотите ее рассмотреть, там просто ираны, это опять Матадор, это кусок ринга, кусок, как с какой-то опять дверью, то есть у него все время, да, соотношение из одного мира в другой, из одну реальность в другую, да, это тоже как личные границы, это как клетка личных границ, как личное пространство для вот этого монстра в движении, его надо ограничивать, так вот, где-то уже раненый Матадор, его нога разодранная, где-то он уже лежит там дальше мертвый, сейчас постараюсь вам показать, на одном здесь не видно кадре, вот где их три будет видно, он меня, сейчас я посмотрю, секунду, там уже тело лежащее Матадора, это он пишет к концу жизни такие уже в таком, ой, там прям реально в последнем зале, знаете, когда я вчера гуляла по этой выставке, я уже второй раз на ней была, первый раз я водила одну группу, второй раз вот мы были с другой группой, и я каждый раз, когда оттуда выхожу, я думаю, боже, как хорошо, что выставка небольшая, ну реально, это было бы очень тяжело походить по такой выставке, если бы было работ слишком много, то есть там действительно, может быть, пять-шесть залов огромных работ, и вы выходите, и вас вот так колотит, хорошо, что напротив бар, как вы поняли, мы вчера там и лечились от этого искусства шампанским, но у меня у подружки был день рождения, и вот сейчас мы подойдем к очень важной вехи, если я ничего не упустила, посмотрите вот на эту работу, сейчас я еще получше найду фотографию, посмотрите на эту работу, это последняя работа, которую пишет Фрэнсис Бэйкон перед смертью, и здесь явная ассоциация себя как быка, сейчас я найду фотографию, где ее видно целиком, сейчас секунду, и вы сможете рассмотреть и понять, что я имею в виду, вот если я так включу, видно, вот, это довольно большое полотно, оно написано на неогрунтованном холсте, и в углу него стоит бык, и бык, это все написано черно-белым, то есть если все его картины кричали цветом, призывали внимание, и требовали от зрителя вот этой эмоциональной цветовой включенности, то последняя картина написана черно-белым, стоит одинокий бык, уже нету раненого Матадора, и этот бык уже на переходе с ломи каких-то реальностей, он уходящий куда-то в другую реальность, он, ну вот скажи мне, Сейленко, Ленка, Сейленко, не знаю, как вас зовут, скажи, пожалуйста, вот эта картина, не вызывает ли у тебя каких-то эмоций, после того, на пустой ринг, он выходит или уходит с ринга в какую-то другую дверь реальности, то есть прочтений может быть очень много, я вам клянусь, когда стоишь у этой работы, и ты понимаешь, что это его уже финальная работа, он, конечно, не собирался умирать от сердечного приступа, но согласитесь, этот путь, который проследует от всех этих кричащих уродцев на трех ногах с изломанными телами, изломанными суставами вывернутыми, посмотрите, к чему он пришел, насколько это, Оля, насколько это интересно, насколько он прошел через вот этих монстров и вышел к вот этим линиям быка плавным, спокойным, да, это про одиночество и грусть, ты приходишь в этот мир один, ты один эту жизнь проживаешь и ты один из нее уходишь, это дикое прощание, и реально мы вчера там стояли и со мной стоял рядом мужчина-художник, он зарисовывал эту работу в блокноте, и вот из всех работ, которые там есть, эта работа финальная, она перед выходом висит на очень темной стене, в этой золотой раме, девчонки, чувства всех переполняют, с одной стороны ты благодарен, что эта выставка не 120 работ, а действительно очень знаковых, веховых работ от мифологии, от Веласкеса, от кричащих религиозных мотивов, и вы выходите к вот этому, после всех этих корид, после борьбы с Матадором, вы подходите к этому букву и прощаетесь с художником, это действительно до мурашек, реально, да, эти двери многие трактуют как выход в жизнь, уход, да, это действительно страдание, он не мог себя, он не мог показать себя настоящим очень долго, потому что все, чем он являлась, было запретным в обществе, был отвергнут всем и вся, но надо сказать, что художник, который добился при жизни огромного успеха, выставлялся, скупался, спонсировался, но он был жуткий пройдоха, вот игрок, алкоголик, я думаю, что там тоже как одна из девушек, которой вчера я вела тур и она сказала, Даша, что он принимал, потому что вот таких монстров и откуда это из подсознания вытащить, на каких наркотиках он сидел, я думаю, что там было действительно много всего, до конца, наверное, мы и не узнаем, что он там пробовал, чтобы заглянуть в эти миры, но мы знаем, что многие творческие люди творят такие образы именно под воздействием всяких препаратов, но как бы то ни было, действительно жуткий, жуткий пройдоха алкоголик, но вот, видимо, это, в этом он уходил от этой реальности, искал спасение. Кому принадлежат после сверти картины? Секундочку, картины продавались при жизни очень-очень-очень, и это прям, и все триптихи, искупались музеями, и Нью-Йорком, и лондонскими музеями, и частными коллекциями. То есть, это очень-очень-очень. Он был признанным, я говорю, что после смерти он оставил 11 миллионов своему этому бармену, другу последнему. Я так думаю, что это был последний человек, близкий в его жизни, который вот просто был с ним в конце его пути. Был бы кто-то другой, он бы оставил все кому-то другому. То есть, он действительно от одиночества и от безвыходности. Не было семьи, не было никого, кому он мог это оставить. Так вот, давайте немножко про арт-рынок поговорим. Конечно, он очень-очень востребованный художник. Он умер в 92-м году от сердечного приступа, при этом продаваясь. И его картины, конечно, уже после смерти художника, как мы все знаем, как говорит мой брат. Не задерживайся тут. Картины будут расти в цене. Люди говорят, что смерть забывается, но это не так. В конце концов, моя жизнь очень несчастлива, потому что все люди, которых я действительно любил, все умерли. Но я не перестаю думать о них, и время меня не лечит. Вот так написал о своих работах Бейкон. Время не лечит, смерть не переживается. Люди, которых ты любишь и которые уходят из твоей жизни, боль эта не проходит никогда. И, видимо, под этой болью он писал и создавал эти работы. Я надеюсь, вам стало немножечко понятнее, откуда эти химеры, откуда эти изломанные тела, откуда эти кричащие, призывающие ваше внимание головы, лица. почему на этих образах открытые рты, через которые выворачивается все тело, и к какому образу художник пришел в итоге. Напишите, если вам стало чуть-чуть понятнее. Я не говорю, что эта картина... Знаете, когда ходим по выставкам, всегда люди говорят, я смотрю на картину так, купила бы я себе такую работу, повесила бы я в стену, если бы могла себе... Хотела бы купить, у меня не было ограничений в финансах, повесила бы ли я себе картину Бейкона в дом. Это картина, которая веет холодом. Это картина, даже если написано ярко-оранжевым, это крик о помощи. Это призыв к вниманию, мне больно, мне плохо, посмотрите на меня. Правда? Спасибо за информацию, за эмоции. Я надеюсь, они у вас, эти работы, вызвали эти эмоции. И, конечно, сложно с экрана телефона передать, если вам интересно, зайдите, почитайте об этом художнике, посмотрите его работы, посмотрите, как он передавал движения. Вообще, все, что он пишет, всегда о движении, всегда о переходе из одного состояния в другое. У него нету ничего точного, он портреты не пишет ни потому, что он не умел рисовать, да, а потому, что для него была важна вот эта трансляция из одного состояния в другое. Понравилось? Спасибо. Но себе бы не купила, я бы тоже вряд ли повесила, но вот быка бы, может быть, повесила, а остальное, это очень болезненно, и даже где он пишет просто портреты людей. Одна моя подруга вчера сказала, он написал так свою подругу, если бы меня так написал мой друг, я ему сказала, слушай, я не такая. Вот такие эмоции. Итак, в 2007 году семья шейха Катара приобрела этюд к портрету папы Иннокентий на красном фоне, вот эти кричащие папы в шляпах, это работа, одна из известных, вы ее везде увидите, за 53 миллиона долларов. Потом, в следующем году, была куплена триптих, 1976 года, куплен на аукционный Сотбис в Лондоне Романом Абрамовичем за 86,4 миллиона. Так что, у Абрамовича есть его работы. Видите, Абрамович себе купил, девочки, это инвестиция. На самом деле, такие работы покупают банки и покупают чехи, это инвестиция денег, потому что его работы только будут расти в цене, вы же понимаете, художника уже нет, он ничего больше не создаст, поэтому все работы будут только расти. Итак, три работы, три наброска к портрету Люсиэна Фрейда, кстати, с которым он разругался, они были близкими, ближайшими друзьями, потом они разосрались, так скажем. Продана за рекордную цену 142,4 миллиона долларов в феврале 2014 года анонимный покупатель из Америки. Это тоже все инвестиции, я не думаю, что она висит у кого-то дома. Кстати, знаете, что делают люди, которые покупают эти работы? Вот что, они что, думаете, вешают их себе дома? Кстати, напишите, как вы думаете, что делают люди, которые на аукционах покупают это искусство? Так, в феврале 2014 вы, значит, купили за 70 миллионов «Американцы», это «Американцы». И на Кристис еще один, три этюда к последу Джона Эдвардса, это вот последняя его любовь, которому досталось все состояние, был продан на аукционе Кристис уже за 80,8, почти за 81 миллион долларов. Вот такая история. Вы, конечно, можете полистать его работы, они потом в фонде жертвы, тут уполняются от налогов тех самых, когда картина растет в цене. Картины после покупки очень часто остаются в музеях, они ездят по выставкам, и люди зарабатывают тем, что эти картины, да, они хранятся в сейфах, они хранятся в музеях, они хранятся в запасниках, иногда они хранятся, понимаете, чтобы держать такую картину, какая у нее будет страховка? Ну, вот просто, да, то есть страховка у такой работы на столько миллионов, это очень дорогое удовольствие, но я думаю, что эти шейхи могут себе позволить платить за... Они жертвуют, они не жертвуют, картина принадлежит им, но она ездит по музеям и выставкам и зарабатывает тоже деньги. Вот. И на ее содержание, соответственно, потому что музей страхует работу при их перевозке, музей отвечает за транспортировку, это все безумных денег стоит, купил картину, еще кучу проблем вместе с ней, по тому, как ее хранить, перевозить, страховать и все остальное. Вот такая история. Это очень удобно. Да, это очень удобно. И они ездят, работают, деньги приносят деньги. Ну и плюс к тому же, через какие-то там 10-15 лет, если они выставят ее на том же аукционе, эта картина уже будет стоить намного-намного больше. То есть, вложив однажды, подождав 10 лет, например, можно тут же и заработать. Инвестиции в арт одни из самых прибыльных. Но тут надо знать, во что инвестируешь и иметь терпение, чтобы ждать того времени, когда работа подорожает. Не успела к началу. Где проходит выставка? Выставка в Лондоне в музее Royal Academy of Art Королевская Академия Художеств. Вот. Прекрасная выставка, на которой я была вчера в Лондоне, да. И поэтому решила с вами поделиться. Поскольку по музеям я хожу постоянно, я решила вот ввести такую рубрику и немножечко вам рассказывать и о музеях, и об их коллекциях, и о шумных выставках, которые проходят у нас в городе. Моя... Я не могу сейчас пойти в музей в Москве или в Питере, но я могу вам показать музей Лондона. И при том, что действительно так работают кураторы, они как бы вас помещают в голову художника. Так все продумано от экспозиции до мелочей. До мелочей. Можно взять аудиогид в ухо, и люди ходят и слушают рассказ гида в ушах про каждую картину. Можно послушать имя художника Фрэнсис Бэйкон. Фрэнсис Бэйкон. Спасибо. Я благодарю всех, кто сегодня ко мне присоединился. Напишите, было бы ли вам интересно еще про какого-то Бэйкон. Да. Пишется без и кратко. Ну, есть разное написание по-русски. Бывает, через Э без и кратко. Бывает, с удовольствием посмотрела. Спасибо, Наташ. Скоро будет еще интересный у меня поход намечен на выставку в мой любимый Виктория и Альберт, про который я вам как-то рассказывала. Давай еще. Понравилось? Круто же, правда? При том, что я могу говорить об искусстве бесконечно, и мне кажется, интересно ходить. Почему мои друзья и ученики любят ходить со мной на выставку? Они говорят, ты видишь это как-то по-другому, как художник, как бы изнутри. Не так, что вы читаете гид в ухо, вам рассказывают сухие факты. А как бы через пропущенные, через свой взгляд художника очень интересно. Следующая выставка анонсирую вам скоро, но я вам скажу, что сейчас идет потрясающая выставка Фаберже, и я на нее постараюсь попасть, на билеты все на нее уже проданы. Когда появляется шумная выставка, особенно Виктория и Альберт, они этим славны, как только они анонсируют выставку, через несколько дней все билеты раскуплены на все дни. Так было с выставкой вот Диора, то есть им пришлось потом продлевать на полгода, потому что просто не хватало людям билета. Про Викторию и Альберта я делала недавно огромное интервью, не интервью, а эфир, он есть на Ютубе, я могу вам дать ссылку в рамках марафона «Искусство вечно» я делала очень интересный эфир про Викторию и Альберта. Но я расскажу вам про выставку Фаберже, на которую я попытаюсь пробраться, вам все там отснять, рассказать историю дома Фаберже и всю эту криминальную историю. Теперь он стал понятнее. Вот это для меня самое важное. Если вы пишете, что вам искусство Фрэнсиса Бэйкона стало немного понятнее, я не говорю, что вы сейчас побежите и повесите себе постер на стену, может быть, нет, но в следующий раз вы на эти картины будете смотреть чуть-чуть по-другому. Это очень важная моя вот такая миссия была сегодня, и я надеюсь, мне удалось это сделать. Спасибо за ваши сердечки, за ваше время. Я благодарю вас за сегодняшний эфир, за то, что вы были вместе со мной. Напишите мне, кстати, про какого художника вы хотели бы узнать, есть ли у вас какое-то имя, которое вам вообще непонятно, и, может быть, я смогу взять это на заметку и сделать что-то интересное по этому художнику. Кстати, если я вожу свою группу своих студентов в музей, и что мы всегда делаем, сейчас я вам расскажу, это мой лайфхак как учителя. Может быть, если здесь есть люди, которые преподают арт, они этим воспользуются. Очень часто я веду своих студентов в музей, мы идем, пока мы идем к музею, мы разговариваем, я рассказываю историю подноготную, какие-то факты, которые повлияли на художника и его работы. Потом все расходятся по музее, внутри музея саму экскурсию вводить нет смысла, у всех есть гайды, но мы встречаемся после выхода из музея, но иногда я вожу по залам, конечно, все равно все подходят, говорят, Даша, объясняют, что вот это, а почему вот это. Кстати, мазки, очень интересно рассматривать технику, я всегда даю задание, что надо найти на этой выставке, и на что обратить внимание, на какой картине, и потом скажу, почему. И люди, значит, вот ищут эти факты, которые я указала, и я им говорю о каком-то интересном факте, говорю, найдите картину, она будет там висеть, вот именно это в ней будет. И вот люди ищут эту картину, потом мы выходим, они мне говорят, нашли они или не нашли, разгадали или не разгадали мой ребус, а потом мы пишем работу в классе, которая под впечатлением этого художника. Что это такое? Это когда вы пытаетесь написать свою работу в стиле Фрэнсиса Бэйкона. Это очень интересное задание, это можно делать по любому художнику, смотрите ли вы на Пикассо или на Матисса, или на... В общем, у меня были самые крутые работы после Ван Гога написали, то есть написали люди, не обязательно копию Ван Гога, но вы можете написать свою работу в стиле Ван Гога. И все студенты сделали потрясающие работы в стиле Ван Гога, и второй бум у нас был на Модельяне, была прекрасная выставка Модельяне, и когда мы вернулись в класс, все написали работу в стиле Модельяне. Это было... Вы из этого очень многому учитесь, как ни странно. Это не совсем копирование, хотя копии тоже нас очень многому учат, но именно работа в стиле какого-то художника может привнести вам какие-то идеи и какие-то моменты и технику. Поэтому, когда вы смотрите картины, надо смотреть не только на сами образы, которые там оставил художник, но и то, как он это добивается, какими художественными приемами он пользуется, и это очень интересно. Как здорово! В стиле Ван Гога хотела бы, пока просто его работа пробовала, написать карандашами. Наверное, Ван Гога надо писать не карандашами и даже не акварелью. Это интересно, но у него пастозность. Тут надо понять, что у него вот эта вот объемность мазков очень важна в его работах, но это очень интересно. Я делала как-то вам рассказ о Ван Гоге много лет назад, да, вы помните, наверное, про Шагала, обожаю Шагала, просто обожаю. Это моя любовь навеки. Все, пора расходиться. Я вас отпускаю. спасибо за поздний эфир, за то, что вы собрались. И я надеюсь, увидимся с вами совсем скоро-скоро. А пока, пока-пока.